Привет, с вами Велосиком, сегодня хочу поговорить про мобильность 2.0 И резонный вопрос, а мобильность 1.0, что все что ли? Ну я думаю, что да, на самом деле, как только человек научился использовать колесо, это и была первая мобильность, потому что ты можешь ехать на машине, на поезде, на велосипеде, на самокате и так далее. И сейчас у нас все это начало развиваться до чего? Во-первых, появились, например, электрический самокат, электрические машины, а во-вторых, вы можете все это комбинировать, потому что я еду сейчас в городе Москва по центру на мини, Джон Купер Воркс, маленький, кстати, хотя мы сюда втроем сейчас влезли, вы не видите, но у нас тут нормально сидит. И я в Москве, время 5 часов пятница, и это значит, что ничего никуда толком не едет, а нам надо срочно навстречу. Соответственно, я что должен делать? Скомбинировать, правильно? То есть, по идее, я, к сожалению, не могу использовать только машину, причем в современном городе ты можешь воспользоваться каршерингом, ты можешь воспользоваться метро, пожалуйста, но сегодня хорошая летняя погода, поэтому что мне стоять в пробке? Я сейчас вас в переулочах сверну, и, собственно, мы с вами продолжим путь на электрическом самокате. И я дальше расскажу вам свою концепцию, потому что, на самом деле, Ford вот уже несколько лет эту тему активно форсит, и мы в свое время на MVC в Барселоне эту тему смотрели, и они говорят, что за этим, в принципе, будущее. К счастью или к сожалению, эпоха, когда ты такой весь красивый едешь на машине, и только на машине, это все уже подходит к концу. Так что, народ, располагайтесь поудобнее, заваривайте пельмени, как обычно, и погнали поговорим про мобильность 2.0. Собственно, в чем кайф? Даже несмотря на то, что мини это очень маленький автомобиль, я смотри, какую историю здесь организовал. Одно сидение склада выше, у тебя получается вообще адекватный багажник. В стандартном состоянии его достаточно, чтобы возить, ну, я не знаю, там, какие-нибудь пакеты из магазина, еще что-нибудь, а так у меня вот такой вот очень комфортный самокат, помещается вообще без страдания. Это Kuga, бренд, который вы, скорее всего, знаете. И смотри, какая история. Здесь у нас с вами, хопа, 25 тысяч рублей, не очень тяжелый, при этом ездит далеко, ездит достаточно шустро, и что для меня важно, здесь есть подвеска. Так что я сейчас на него прыгаю и продолжаю свой путь. Kirin S8 Pro, понимаешь, вот так вот сделал сразу, опа, в распор поставил, все. И смотри, сразу работает подвеска, чувствуешь? Держит больше 100 килограмм. Для современного самоката важно, чтобы он был достаточно крепким. У этого еще перфорированные колеса, чтобы вообще не париться, ехать по неровностям. Достаточно удобное управление, газ, тормоз, все дела. Ну, соответственно, сюда можно нажать, если что. И вот этот самокат, я с ним гоняю уже какое-то время, и, знаешь, вообще, вот оптимально. Можно, конечно, сильно дороже, сильно дешевле уже, наверное, не надо. Ну, то есть, серьезно. По соотношению цена-качество, а главное, бренд, понимаешь? Потому что вы скажете, ну, любой, берешь самокат, не паришься. Нет. Эти ребята все-таки делают самокаты уже не первый год, что называется. А значит, у них все с качеством более чем, а главное, у них еще есть опыт. И они его применяют в каждой новой модели. Поехали. Вообще, пока эти все стоят в пробасе, смотри, хопа-хопа, и я уже практически приехал к нужной мне веранде. Мобильность, она же не в средстве передвижения, она в голове. Просто нужно использовать все доступные варианты. В моем случае реально оптимальным решением стала машина и самокат. И все, я езжу где мне нужно, как мне нужно, и не страдаю ни секунды. Я бы сейчас здесь в пробке стоял на минут 20, отвечаю. А так я за три доехал, и вообще, как положено. На самокате просто прикольно кататься. Просто чувствуешь как-то прям. И город преображается. Москва, нет-нет, ну смотри, велодорожки появляются. И инфраструктура какая-то. Ни хрена себе. Хотя бы в центре. А в центре, собственно, самая задница с пробками. И здесь прямо реально кайф. К вопросу о подвеске. Собственно, в чем прикол. У этого самоката центр тяжести смещен назад. Поэтому мне просто вот так вот делать, запрыгивая на бордюры. У обычного самоката ты его приподнимаешь, и он тебя бьет вот по лодыжке. А он достаточно тяжелый, поэтому это неприятно. В общем, хороший городской самокат, это не только дальность хода, колеса. Это еще и вот такие мелочи, понимаешь? Здесь, кстати, классный цветной экранчик показывает достаточный заряд батареи, текущую скорость. Какая скорость выбрана, а их здесь всего три. То есть его можно дать, например, детям, и на первой скорости они будут ездить не очень быстро. Ну, то есть вообще максимально классно. И фонарик есть, понимаешь? То есть это реально очень хороший городской самокат. Но больше всего мне нравится, честно говоря, подвеска, которая выдерживает меня, понимаешь? То есть я на нем еду по городу, по плитке, и не страдаю. Вот в чем фишечка, понимаешь? Потому что на обычном самокате ты такой дык-дык-дык-дык-дык. А в городе плитка практически везде. И без нормальной подвески, без специально подготовленных колес, ну ты нормально не проедешь. А вот, собственно, и веранда, куда мы стремились. И смотри, как хорошо, что на веранде пока без QR-кода можно залетать. Такой просто паркуемся. Самое кайфовое то, что он элементарно складывается. Просто раз. Осталось только выключить. Пошел поем. Ну что ж, отлично провел бизнес-встречу, порешал все вопросы. Теперь прыгаю на свой Kirin S8 Pro и еду обратно к машине. Вот такая у меня мобильность 2.0. Блин, все успел в городе в пятницу вечером, прикинь. Сыну, кстати, взял Kirin Mini 2. И он вообще вполне со своей задачей так же справляется, потому что, ну, понятное дело, что там вес поменьше и так далее. Ну, так и ребенку много не надо. У этого скорость 28 километров. Запаса можно, в принципе, добиться где-то двадцатки. И, слушай, я тебе хочу сказать, что этот самокат прошел самый тяжелый тест, потому что я на нем катался. И с ним все окей. Почему мне, в принципе, зашел Kirin S8 Pro? Потому что у него железная вот эта часть, понимаешь, ручка не регулируется. Я могу это записать даже не в минусы, а в особенности. Но посмотри, как сделана вот эта зона. Здесь ничего не надломится, не сломается. Я думаю, что многие пользовались самокатами Xiaomi или даже Ninebot, и там такие проблемы встречаются. Но самое кайфовое лежит у меня в рюкзаке. Смотри. Потому что для меня это важно. Вот это адаптер питания. И посмотри, насколько он миниатюрный. Заряжается самокат за пять часов. Ну, в принципе, без страданий. Но адаптер питания, что надо. И самое забавное, в комплекте с этим самокатом, знаете, что шло? Вот такой вот мультитул. Ну, то есть он нужен для сборки, но вообще в хозяйстве, как говорится, пригодится. Здесь тебе, пожалуйста, все радости жизни. Да, вы скажете, что на Алиэкспрессе можно такое купить за недорого, но все равно приятно. Комплект, в общем-то, хороший. Самокат нравится, пользуюсь. А мобильность, она, видите, вот мобильность, она в голове. И все. Ништяк. Ну что ж, народ, вот такая мобильность 2.0 нас с вами ждет. И, вы знаете, я лично считаю, что это замечательно. В смысле того, что чем больше возможностей, тем лучше. И в современном мегаполисе по-другому просто никак. А там уже каждый выбирает, что ему больше подходит по средствам, по возможностям, по скорости. Потому что иногда, конечно, можно и в машине в пробке посидеть, почилить с кондиционером. Особенно все очень жарко. Ну, вот девушка сейчас на самокате едет, красиво ей нравится. И мы, в принципе, с вами тоже везде успели сегодня славься самокат. Ссылочку для вас в описании оставляю. Смотрите, изучайте. Куга классные самокаты за свои деньги вполне огонь. А я вам скажу так. В интернете много всего интересного происходит. Значит, мы с вами совсем скоро увидимся. Ну, и девушка на самокате нас обгоняет. Камон. Я, вы знаете, за прогресс в любом виде. Да, иногда прогресс это затратно. Но, блин, а как иначе? Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. И совсем скоро увидимся.